Михайловский замок – одно из самых загадочных мест Петербурга. Оно было построено по заказу Павла I, который в последние годы своей жизни опасался готовящегося на него покушения. Дворец должен был стать местом, где ему не угрожала опасность. Однако после завершения строительства Павел мистическим образом был убит в своей резиденции. Детали его смерти и по сей день остаются нераскрытыми. С того момента Михайловский замок стал центром притяжения различных мистификаций и легенд о дворце и странной смерти императора. Павел I не прожил в новом доме и двух месяцев. Он был убит уже на сороковой день после новоселья. Так как замок приобрел дурную славу, после его смерти он пустовал еще в течение последующих 18 лет. По легенде, ровно в полночь во дворце можно услышать различные звуки. Якобы это призрак императора расхаживает по резиденции, а некоторые особо впечатлительные и вовсе могли наблюдать его тень в окнах. Несмотря на то, что ни один работник замка так ни разу и не увидел здесь паранормальных явлений, легенда по сей день живет в умах туристов и жителей города. Этот величественный и необычный дворец, чем-то напоминающий мрачные средневековые постройки, возвышается над берегом фонтанки. Михайловский замок – память о императоре Павле Первом, который прожил в нем чуть больше месяца, а затем был убит в собственной спальне. После смерти своей матери Екатерины Великой Павел взошел на престол в возрасте 42 лет, но его правление было недолгим. В общей сложности царствовал он чуть более 4 лет. Для историков царь до сих пор остается самой загадочной и странной фигурой среди всех правителей страны. Вся его не слишком долгая жизнь окутана тайными слухами и легендами. Известно, что Павел панически боялся заговоров. Существует легенда, что ясновидящая предсказала императору не самую лучшую участь и поведала о будущем всей семьи Романовых. Предсказание сильно потрясло Павла, и он решил защитить не только себя, но и своих потомков. Может быть, поэтому, как рассказывают, он и работал над проектом дворца вместе с архитекторами. К слову, он сам предложил архитекторам наброски будущего замка. По велению Павла I, здание должно было быть неприступным и удобным для проживания всей императорской семьи. Павел с нетерпением ждал окончания работ, чтобы поскорее переехать на новое место, где ему казалось, он будет ощущать себя в безопасности. Дворец был заложен в 1797 году и построен всего за три года. Все работы проводились в страшной спешке, больше всего спешил сам император. Построили здание не на пустом месте. До него здесь находился летний дворец, построенный по велению императрицы Екатерины II. В 1754 году в летней резиденции появился на свет наследник Павел Петрович. Сама же Екатерина II вскоре предпочла для проживания царское село. Летний дворец стал постепенно ветшать и был передан на временное пользование Григорию Орлову, а позднее Григорию Потемкину. В 1796 году было принято решение сломать резиденцию. Название же выбрано замку было также не случайно. Согласно существующей легенде, Караульный увидал у летнего дворца человека, появившегося из ниоткуда. Фигура была озарена сиянием. Человек велел построить на месте летней резиденции дворец в честь архангела Михаила. Говорят, часовой поведал историю императору, который решил исполнить повеление святого. В память о явлении святого был воздвигнут памятник у Михайловского замка в виде фигуры солдата в нише. Склонный к мистике, Павел хотел, чтобы неприступное здание, каким стал Михайловский дворец, охранялось не только солдатами, но и высшими силами. В результате в Михайловском замке в интерьерах есть много магических символов, берущих свое начало в масонстве. Попасть во дворец можно было лишь по одному из трех подъемных мостов, которые охранялись солдатами. По сути, здание было отрезано от земли рвами с водой. Для того, чтобы была возможность уйти от убийц и заговорщиков, в здании специально оборудовали множество потайных комнат и подземных ходов. Михайловский дворец был красив не только снаружи, но и внутри. Роскошные покои для проживания царской семьи. Кроме того, во дворце было множество работ лучших художников той эпохи. В интерьерах замка блистали потрясающие фрески. В тронном и парадном залах лепнина была покрыта золотом. Для оформления стены мебели были выбраны самые изысканные ткани. Также интерьеры дополняли мраморные лестницы, камины, всевозможные барельефы и скульптуры. Все фасады дворца были выполнены по-разному. Их украшали мраморные статуи. Но была одна черта, которая объединяла все фасады. Это необычный цвет здания, красно-оранжевый. Этот, несвойственный для петербургской архитектуры цвет, объясняет легенда. По преданию, Павел присутствовал на балу, где была его будущая фаворитка Анна Лопухина. Во время танцев она уронила перчатку, и Павел поднял ее. Красный кирпичный цвет ее и удивил, и очень понравился императору, поэтому он и приказал взять ее цвет за образец. Замок не принес Павлу ни мира, ни счастья, и он не смог уберечь императора от печальной участи. Боясь исполнения предсказания, Павел приказал построить потайную лестницу в своей спальне, которая вела по трехкилометровому подземному тоннелю в Воронцовский замок. Однако и это не помогло. Император предчувствовал свою судьбу и в последний вечер, выходя из-за стола после ужина, прошептал, чему быть, того не миновать. Император был убит в собственной спальне в ночь с 11 на 12 марта. Причем убийцы пришли в императорскую спальню именно по тому самому черному ходу, который строился как раз для спасения Павла в случае опасности. Но все получилось иначе. Несмотря на то, что замок строился для защиты царской семьи, он не послужил укрытием даже для самого императора. Павел I увлекался мистикой и нумерологией и считал число 4 своим сакральным числом. В чем-то он оказался прав. Он умер в возрасте 47 лет, как и предсказывала ему ведунья. В Михайловском дворце Павел успел прожить лишь 40 дней. Царствовал император всего лишь 4 года, 4 месяца и 4 дня. Семья Романовых после убийства срочно покинуло злополучное место. Народу было объявлено, что император умер от апоплексического удара. Историки считают, что в заговоре, как обычно, участвовали высокопоставленные аристократы. Тень подозрений в те времена даже легла на сына Павла, Александра I, который якобы знал о готовящемся убийстве, но не предупредил отца. Дворец опустел, а по городу поползли слухи, что в здании поселился призрак убиенного хозяина. Люди утверждали, что во дворце стали твориться непонятные вещи. Прохожие замечали свет одинокой свечи, которая витала в темных окнах. Из замка доносились стоны, шаги, музыка из любимого инструмента императора. Люди стали избегать замок. Чтобы стихли разговоры, подземный ход был заколочен. Однако дурная слава уже прочно закрепилась за дворцом. Целых 18 лет замок простоял закрытым. Для очищения энергетики места трагедии было приказано в спальне обустроить храм, но и это не помогло. Призрак императора видели и военные, перевозившие имущество царской семьи в зимний дворец, и прохожие замечали странный силуэт в одном из окон здания. Многочисленные столкновения с духом убитого императора навсегда закрепили дурную славу за дворцом. Говорят, что даже военные, решившие переночевать в замке из-за непогоды, стали свидетелями странных видений. Чтобы немного улеглись слухи о неупокойной душе императора, царская семья приняла решение отдать здание главному инженерному училищу. Так замок приобрел еще одно название – инженерный замок. Однако мистические явления не перестали происходить во дворце. По крайней мере, так говорили их очевидцы. Легенды Михайловского замка и по сей день будоражат умы горожан и гостей города. Смутную тень, блуждающую по дворцу, видели и столетия спустя. Утверждают, что виной всему сундук мальтийских рыцарей, якобы скрытый Павлом в глубине подземелий под Михайловским замком. Легенда о древних артефактах, хранящихся в подземельях замка, связана с известным эпизодом в истории, когда российский император стал главой Мальтийского ордена, а Мальта – формально губернией Российской империи. Понимая все геополитическое значение Мальты, находящейся в центре Средиземного моря, русские цари выстраивали с ее правителями отношения в течение всего XVIII века. А Павел Петрович с детства весьма увлекался всем, что связано с рыцарями Мальтийского ордена. Существует предположение, что во время большого турне по Европе, в которое наследника с супругой направила Екатерина II в 1781-1782 годах, во время посещения Италии Павел инкогнито побывал и на Мальте, где был посвящен в рыцаре Мальтийского ордена. После того, как Павел стал императором, рыцари Мальтийского ордена попросили его стать покровителем ордена с целью защитить Мальту и орден от Наполеона. А в 1798 году, после захвата Мальты французами, мальтийским рыцарям было предоставлено убежище в Петербурге, и Павел I принял предложение руководства ордена стать его великим магистром. Все вышесказанное приведено, если так можно выразиться, в качестве некоторого обоснования легенды. Итак, Павел стал великим магистром Мальтийского ордена. При этом ему были переданы регалии великого магистра, это факт, и некие древние священные реликвии ордена. Еще в 1796 году, став покровителем ордена, Павел начинает строить свою новую главную резиденцию – Михайловский замок. Очевидно, что замок строился не только как дворец Российского императора, но и как резиденция великого магистра Мальтийского ордена. Об этом свидетельствует в том числе мальтийская символика, множество раз используемая в наружной и внутренней отделке замка. Ответ на вопрос, где должны были храниться священные реликвии ордена, кажется само собой разумеющимся – в резиденции великого магистра. Вопрос в том, что именно было передано Павлу, и что стало с этими реликвиями после его гибели. Некоторые исследователи полагают, что ряд реликвий был передан тайно, в силу их чрезвычайной значимости и ценности. О том, что это были за артефакты, рассказывает легенда о подземельях Михайловского замка. Часть этих подземелий осталась еще от летнего дворца Елизаветы Петровны, который хоть и был деревянным, но имел каменное основание. О наличии тайника с реликвиями в подземельях замка слухи ходили давно. Последняя легенда стала известна во время блокады Ленинграда, когда умирающий монах открыл одному из красноармейцев тайну замка. По его словам, в подземельях замка устроен тайник, в котором хранятся древние реликвии ордена, которые не должны попасть в руки врагов, так как они дают их владельцам силу, богатство, неуязвимость и власть над миром. Это не только чаша Грааля и некоторые христианские реликвии, но и артефакты древних, которые люди считали богами, в том числе кинжал Одина. Во время блокады было не до мистических артефактов, тем более советским атеистам. Боец, которому монах рассказал, как найти тайник, вскоре погиб, а политрук, услышавший историю от бойца, понятное дело не сообщил никому, дабы не быть обвиненным в религиозной пропаганде или в чем-то подобном. Показательным в этой истории является то, что древние артефакты, дающие власть и могущество, не смогли защитить Павла I от гибели.